Музыка Главные экспонаты этого музея можно разглядеть только в микроскоп и с подсветкой. Настоящая подкованная блоха. Несколько гвоздиков лежат отдельно. Блошку зовут Кузьмовна. Спонсор Кот Кузя. Ёлочка и Снеговичок на торце конского волоса. Крошечный крош тоже на кончике волоса. Буратино и тортилло на срезе виноградной косточки. Гена с чебурашкой на маковом зернышке. Царевна-лягушка на таком же зернышке. Верблюды внутри ушка настоящие иголки. Высота каждого верблюда одна десятая миллиметра. Это на срезе виноградной косточки. Роза внутри просверленного конского волоса. Все это сделал вручную один человек, мастер Владимир Михайлович Анискин. А еще в этом музее есть очень интересные экспонаты из железа и камня. Рыба, сделанная из всякой всячины. На колесиках с хвостом из лопаты. Бык, сделайте стоп-кадр, рассмотрите его получше. Дверца от печки, хвост-труба, лампочка внутри. И еще всякое. Львица, спина, гитарный гриф. Лошадь, ну, вы поняли. Из всякой всячины тут сделано интересное. Красивое. Жутковатое. Птица из шестеренок. Брррр. Или прикольное. Это голубь. Вид сзади. А еще тут много красивых вещей из кованого железа. Даже вешалки для одежды. Старик с собачкой. Кот-обормот с пивной кружкой. Колобок. Тут есть железные цветы. Кошки. Рыбы. Птицы. Пауки. И даже божьи коровки. А это котики из камня. Можно сделать таких на даче. Вот такой разнообразный интересный музей есть у нас в Петербурге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.